Доброго времени суток YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, уважаемые психофизиологи и уважаемые наши контрагенты-медики. Обратите внимание, сейчас на моем экране открыт приказ Минздрава Российской Федерации 749-Н, раздел номер 46. В этом разделе приведен перечень тех методик, которые должны применяться при проведении психофизиологических обследований в лабораториях психофизиологического обеспечения или кабинетах психофизиологического обеспечения, созданных при предприятиях и организациях различных сфер деятельности, которые применяют и используют какие-то сложные материалы, опасные виды работ проводят и так далее. Соответственно, есть работники, которые должны проходить такие психофизиологические обследования наряду с медицинскими осмотрами. Делается это перед выходом на рабочую смену обязательно, кроме того, периодический мониторинг осуществляется один раз в год. 46 пункт перечисляет эти самые методики, давайте их посмотрим. Что делается? Это измерение артериального давления на периферических артериях. Ну, понятно, любой фельдшер, любой даже не фельдшер, не специалист, не медсестра, даже санитарка или любая женщина, в принципе, мужчина, может померить артериальное давление. Одели этот аппарат и, соответственно, померили давление у человека. Далее идет очень интересная методика вариабельно-сердечного ритма. Бред собачий, разработанный в конец 60-х, начинается работа по созданию этой методики в 65-м году, в дальнейшем продолжается в 70-м. В 70-х и вот разработана вот такая вот бредовая, абсолютно не работающая методика, как ВСР, вариабельно-сердечного ритма. Минздрав предлагает, чтобы перед выходом на рабочую смену и в процессе периодических психологических обследований эта методика активно применялась. Далее, значит, я уже говорил в своем предыдущем видео о том, что предлагают применять, Минздрав предлагает применять простую сенсомоторную реакцию на свет. Такой методики в природе не существует. Существует правильное название этой методики – простая зрительно-моторная реакция. То же самое – это сложная, не сенсомоторная, а зрительно-моторная реакция на свет и звук. Такая методика существует. Что-то Минздрав должен предложить по этому поводу. Далее идет правильно написанная, слава богу, реакция. Ее трудно исказить. Реакция на движущийся объект. Ну и куда без этого деваться. Отлично работающая методика многостороннего исследования личности или ММПА. Я не уточняю, что в 749-м приказе какая-то должна быть разновидность этой методики. Всего их существует три. А честно говоря, положа руку на сердце, всего их существует одна. Существует вариант Собчиковский на 566 утверждений. Он не работает с патологией. Есть бредовая методика на 71 утверждение. Так называемый ММПА-мини-мульт. Это абсолютнейшая ерунда и ничего он не диагностирует. Это разновидность ММПА. Остается только абсолютно работоспособный вариант на 377 утверждений. Березина. Человек положил жизнь на разработку этой методики. Действительно, методика 100% работает. Но вариант только на 377 Березина. Соответственно, хорошо. Давайте их посчитаем. В приказе это не сделано. Из-за этого надо отрубить руки, как минимум, тем людям, которые это делали. Составлял получается раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть методик психофизиологи или точный фельдшер с этим не справится. Наверное, с АЗМР, САЗМР, РДО. С АЗМР, САЗМР, РДО. Фельдшер не справится. Он просто не обладает необходимыми в этом смысле знаниями. Но он должен быть какой-то подготовленный, проученный, сертифицированный специалист, психофизиолог этим должен заниматься, этими методиками. Одним словом, вот такой перечень. У нас в лаборатории мы активно используем измерение, понятно, артериального давления. Используем простую зрительно-моторную реакцию. Используем сложную зрительно-моторную реакцию. Используем реакцию на движущийся объект. И, соответственно, используем методику ММПИ. Получается 4 методики. 5, вернее, извините, 5 методик мы используем в своей лаборатории, когда проводим подобное обследование, подобный мониторинг. Ну, вот, собственно, все, о чем я хотел поговорить в этом видео. 5 методик. Где их кто будет брать из организаторов, покупать, неизвестно. Ну, хорошо, на этом все. Благодарю вас за внимание. И удачи вам.